Всем привет, ребят! Я Никитос, и ради этого видоса нам пришлось добраться реально далеко. Вокруг меня сейчас минус 44 градуса, и мы находимся в Якутске, одном из самых холодных городов мира. Сегодня, ребят, вас реально ждет много интересного, потому что я в кое-то веки решил снять познавательный и полезный контент. Сегодня мы расскажем, как люди эксплуатируют машины в такие лютые морозы. Также мы попытаемся разморозить полностью замороженную тачку, которая всю зиму стоит в минус 50, какого вы еще точно не видели. Ну и в конце качества десерта мы доработаем нашу Toyota Hilux, ту самую красную, которую мы купили специально для этого путешествия. Все на основании ваших комментариев, ваших советов. Так что, ребят, смотрим до последней секунды. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк авансом, подписаться на канал, потому что для вас стараемся вон куда, блин, забрались. Ну и поехали смотреть, как же здесь живут люди. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Никитос делал DimaTorzok Как так вышло? Нифига себе! Чисто случайно пересеклись. Ребята, чисто вот просто, понимаешь, в Москве живем, не видимся, а в Якутске за 7 тысяч километров здесь. Короче, ребят, я тут уже залезаю потихоньку в машину, но сталкиваюсь сразу с первой же проблемой, вот как, как можно водить вот в этом? Просто как? Поэтому, естественно, здесь стоят мои кроссовочки. Я сейчас вот это все расчехляю, вот таким образом. Смотри, какой градус машины, вон, минус 40. А, да, тачка показывает минус 40 просто потому, что больше она не может показать, точнее, меньше. Это минимум штрафа. Замот не предусмотрено ниже. Да. Дядя, а можно дверь закройте? Да, да. Минус 40, братан. Минус 40. А, ну какие вы все! Коренной. Нет, с нами тут Леха Старверов, ему холодно. Как же там холодно! Как вообще машины? Серьезно, холодно? Так потеплело же, всего минус 40. Вот я не понимаю, зачем они все применяют это слово? Потеплело! Да было 55, потому что! Милат, скажи, пожалуйста, что надо знать, чтобы не убиться? Самое главное правило, это ехать при такой видимости очень аккуратно. Слушай, там ничего нет, не видно. И вторую очередь, нельзя машину когда с места трогать, если машина какое-то время постояла, рулем крутить до конца. 15-20 градусов, и чтобы не выбило сальники с рулевого. Ты сейчас почувствуешь, вот мы постояли тут около часика, почувствуешь эффект такой, такой будешь ехать, это будут квадратные колеса. У меня есть видос, я тебе потом скину. Реально, помедлее, помедлее! Чувствуешь, да? Мы, слушай, просто ели, мы просто полчаса постояли. Я надеюсь, камеры как бы... Это не передаст камеру, но, ребят, с моими мобилизация, наверное, скорее всего, не передаст. Да, но она бьет. Мы просто едем вот так. Просто так вот. Давайте я на одномерном. Не, ну как бы реально, ребят, условия здесь такие, в которые я не понимаю, как вообще тачки выживают. Там видно с той камеры вот просто, что впереди, да? Ну что, там ничего нет, там не видно. Ну вот тихо, ориентир твой вот этот машина. Подожди, а почему так вот так стало? Да потому что спереди, наверное, автобус или кто-то едет. Не, ребят, это вообще невозможно. Как так водить машину? Ориентируйся на того, кого видишь. И не суешься куда, в молоко, короче. Вещь, ниоткуда возникает вот машина, грузовик. Ребят, без шуток вперед видно просто 15 метров. Все, светофор стало видно просто. Вот он просто, его не было, и он такой, оп, красный. Все, вот этот туман в основном, это дыхание города. Короче, здесь зимой есть, я так понимаю, всего 4 вида, да? Как хранят машины люди тачки. Это первое, мое любимое название, это Наташа. Сейчас чуть позже узнаете, что это такое. Второе, здесь вообще практически не глушат машины на улице. Вообще, да? То есть, типа, вот приехал на работу, машина заведенная стоит, вышел, сел, поехал. Получается, есть также теплый гараж. Это самый идеальный способ, который только может быть. И четвертое, это заморозка. Ну, у нас как бы особо искать Наташ не надо. Потому что они не стоят. Любой двор, везде они стоят закрытые. Их очень часто украдут, поэтому просто с баллончиком пишут номера машины, или там имя, или телефон. О, смотри, там реанимируют тачку, побежали. Реально, между пуском стоят. Что делать нельзя. Да, разогревают. Как вы можете понять, машину, естественно, мы не глушим. Причем здесь даже их, я так понимаю, никто особо не закрывает. Они просто стоят вот так заведенные, все на доверии друг к другу. Всем здрасте. Здрасте. И что, какая система? Получается, два мотора накрыты. А туда пушкой тепловой загоняется теплый воздух, да? И прикуривается аккумулятор, и она заводится. А сколько времени в среднем занимает такая процедура? Получаса до часа, как греть. Тут важно, чтобы пушка должна быть в определенном расстоянии стоять. Чтобы не спалить всю электрику подкапотную. Блин, это так необычно. Я просто никогда такого не видел. Просто в другой мир какой-то. Короче, на самом деле заехали в первый же двор, и здесь есть все перечисленные ранее виды. Вот это Наташа собственной персоной. Причем это реальная Наташа. Пойдем покажем. Портативный гараж Наташа. Собственно говоря, поэтому их так все и называют. Сейчас уже там дофига их разных, да, я так понимаю. Китайцы делают их все подряд. Что это из себя представляет? По сути, это просто такой чехол утепленный, который держит тепло внутри машины. Она периодически заводится. И за счет этого поддерживается некая температура, которая не позволяет всему промерзнуть окончательно. Кстати, самый прикол, смотри. Вот это выхлопная труба. Якутия, как водители помогают друг другу. Если ты видишь сосульку... Сейчас ты не зря. Надо пнуть. Я хотел подснять ее. Ну, короче говоря, вы поняли, там была сосулька. Потому что машина, когда в следующий раз заведется, чтобы у него выхлоп выходил, а не вот обратно замерзает, она как бы закрывается. Ты знаешь, зачем вот это? Ну, короче говоря, прям намерзает огромное-огромное количество конденсата. И это может плохо кончиться. И задача этого портативного гаража, как термос, сохранить машину, тепло двигателя, сохранить побольше, подольше. Короче говоря, с Наташей разобрались. Далее. Просто тот же двор, первая попавшаяся, следующая тачка стоит. Она заведена. Потому что если хотя бы на полчаса, час оставить машину заглушенной, когда ты возвращаешься, в ней уже минус 50. И замерзшее абсолютно все. То есть там за пару часов машина промерзает до уровня температуры на улице. Ну и, естественно, еще есть один вид, это просто забить. Все машины просто вот так стоят в большинстве своем и не эксплуатируются зимой. То есть вот эта тачка, она просто ни разу не чистилась, ни ничего не происходило. Она была просто брошена. И потом, когда растает весь снег, уже, соответственно, ее заведут и поедут. То есть она заведется, конечно, после такого. Но я не представляю, как это вообще возможно. Мне кажется, тачка просто должна умереть за это время. Вот примерно так, в типичном дворе Никутска. Очень странно, очень необычно и очень холодно. Я еще тут не переодел ботинки, у меня ногам просто жопа. Ну, блин, ребят, минус 44 сегодня. А, ну и в качестве приятного красивого бонуса за 5 минут на улице вот такая история происходит на лице. Я похож на Седого Деда Мороза. Это просто выглядит, как другая планета. Какие все замерзшие столбы, везде снег. Тут все как бы обычно, все как и везде, только... Ну, все по-другому. Ну, все минус 50, а так в целом... С поправкой, да, на холод, на мороз. Все по-другому у вас тут. Антифриз заливаем, минус 55. Тормозную жидкость заливаем, минус 60. Ну, все как, если минус 60 на тормозную, то денег мало. Просто берешь, открываешь бачок туда, 200 грамм спирта чистого, шип, два раза. Не поехал, да? Не гаснул, и все, у тебя не мерзнет тормоза. А тормоза натурят дубеют на трассе, и ты не можешь просто педаль продавить. Это реально жидкость, когда замерзает, это очень опасно. У нас нет сетевых заправок всей Федерации. Лукойл, Газпром нефти, Роуз нет, никого нет. У нас самый хороший качественный бензин, это наше местное. Есть зимний дизель, есть летний, есть арктический. То есть, получается, зимний до минус 40, а арктический до минус 60. Поэтому, когда ты живешь в Якутии, ты не боишься, что у тебя дизель замерзнет, или что, потому что арктическая солярка. Короче, ребят, специально даже остановились ради этого. Просто посмотрите на цену. Я такого не видел вообще нигде. Я думаю, что вы тоже. Просто сотый стоит 61.50, дизель 77.20. И вот после этого все говорят, что дизель экономичный, на нем выгодно. Здесь точно не выгодно. Просто на 16 рублей дороже, чем сотый. А еще тут прикол, что на большинстве заправок есть 86 и даже 80 бензин. Зимняя солярка. Как только я увидел этот видос в Ленде, я понял, что я просто обязан собственноручно его проверить в Якутии. Ну что, честно говоря, мне очень-очень интересно, насколько это реально. Потому что я не понимаю... Только не трогай железо голыми руками, братан. Как резиновый шланг, может, как кобра просто, которая под удочку вылезает держаться. Честно говоря, я не верю. Ну вот, стоит. Марат, ты видишь в окна? А, да ладно! Им долго не пользовались. АИ-80. Чувак! Номер 6. Им давно просто... Это что такое? АИ-80. А как заправиться? То есть ты его братокер вставил? Нет, блин, ты приезжаешь такой, типа... Доправлю-ка я машину. Чувак! Он как лук! Проезжаем тут мимо небольшой парков 갔ки. просто смотрите сколько наташ 1 2 3 10 11 есть даже службы которые как и называется сушка наташ привожу свою наташу оставлять на сушку они тебе это они дают заменную наташу реально не смешно ребята реально я так при этом кто-то по дороге заглох человек сразу подорвался побежал помогать что у нее провода лежат под капотом может быть сейчас кого-то спасем здорово мужики все вам помочь нужно подкуриться много уже опаздываем но настолько братство сила и процветает в этом городе что сразу остановились по моему что пробуй заводи аккумулятор у него такой хиленький прямо сказать лёха у нас в роли аварийного знака завелся давай хорошего для тебя пожалуйста ребят всегда помогаете людям на дорогах у нас заняло буквально две минуты а человек спокойно дали пройдет к своим делам делать добрые дела как только мы приехали в якутск мне в телеграм-канал написал мой подписчик он рассказал что они вместе с батей смотрят мои ролики и попросил помочь разморозить живу их деда которая всю зиму стоит на улице в минус 50 меня очень тронула эта семейная история поэтому я решил им помочь и заодно рассказать вам как возможно завести тачку в такой дикий мороз здорово привет давай кулачка опа вижу жигу на горизонте а можно приветы передавать алику аману миши и своим друзьям и 6 мугай класс долго жига стоит да с лета с летом катался дедушка сломал бедро и ногу я боюсь не даже подходить если честно вода но мне скажешь что она стоит с июня просто сугроб на крыше эту чутка под раскопали о здрасте здрасте ну чё мужики как думаете какие шансы что запустится шансы есть а какого она года она карбюраторная получается это будет интересно братан как раз я слышал ты там худеть начал вот те кардио давно не занимались лопатами поработаем снег в нашем случае работает как утеплитель понимаешь тепло вишня не выпустит из-под дна и машина как бы равномерно то есть не надо отещать сегодня без кардио остался жирный зайдете там домой гости завершим давайте зайдем блин какие тут все гостеприимные я просто я в шоке конечно зайдем просто посмотрите насколько люто все замерзло то есть типа на моторе прям на блоге везде это просто слой и не а кум чем будем прикуривать а заряжать прям будем запасной есть а запасной окей сколько стоит такой разогрев ну если чисто двигатель 2000 будет а если машину целиком ну целиком и заднюю часть плюс 500 стоит давайте целиком давайте целиком греть будем давайте сначала двигатель потом уже взять но у нас шанс на успех прям сто процентов да или 50 на 50 я но если все исправно конечно заведется туда ездить было так необычно это единственный город в мире где вообще в принципе есть такая услуга я такого нигде не видел мне в тюмени тоже есть тоже да ладно все наврал блин это такой необычный экспириенс просто мы заводим тачку в минус 50 градусов которая стоит уже несколько месяцев просто в вечной мерзлоте можно сказать все как вы любите а вон мопеды да еще стоят а это твои ты гоняешься на мопедах красавчик блин круто так короче пушку мы поставили сейчас первую очередь вот этим покрывалом мы накрываем машину с морды целиком это специальная ткань какая-то или просто по сути как брезент это плащ-палатка но ткань такая же а куда направляется на поддон получается это было бы неприятно если бы напыхнуло а то придется купить газ стоит она газовая а то что газ стоит это никак не опасно то что она газовая это не вредит ничего подальше отойдите чтоб ударная волна и там я понял блин ну реально очень интересный процесс потому что ну блин для нас вот которые в центральной россии живут людей это просто дикость какая-то типа разогревать машину что чтобы запустить еще теперь она вот 20 минут тут должна стоять да ты меня контролируем просто прям по секундномеру четко прем а какая вообще вот как думаете самая лучшая тачка для якутска ну подобие таких 105 патрулька ну тойота да потому что много запчастей да на них они не ломаются большие у нас в основном только японцы ну запчасти был как-то лендровер там что-то вообще не пошел слушай я вот не видел еще я просто очень большой любитель бмв я ни одной бмв здесь не видел еще есть мало мало такую погоду вряд ли ездят пневмо же там они не выдерживают да просто не выдерживают дизельный важный да элегант ну дизель не надо видеть проще потому что дизель в каждом районе найдешь а бензин это дефицит слушайте ну в принципе пар валит все так же до сих пор значит она все еще оттаивает и отмораживается уже смотрите инем покрылась дверь вся такого не было о пахнет прям салоном жиги да да кстати пахнет салоном жиги снаружи поэтому все знают как пахнет жига в салоне вот прикиньте вокруг машины прям амбре со всех сторон ооо смотри потекло потекло все ну в принципе и не уже нет но она реально отогрелась она реально отогрелась да я в шоке как это работает просто по сути брезентом сверху накрыли пушку подсунули и где ловки да вот эти движения да жизнь это щелкнули ооо 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 да я просто в шоке на улице сейчас минус 44 градуса и жига забилась вы наверное ооо 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 просто начать движение высотка я сниму просто тысячу километров но я думаю не в Якутии это не реально чисто вот чисто ради интереса как реально думаешь до Магадана реально на ней добраться? если хороший водитель дает а вот я да ты им биться короче говоря Наташи решили не накрывать будем накрывать брезентом потому что Наташа мокрая циреет и застынет потом станет как машина по форме и ничего с ней не сделает да главное не поцарапать да 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 это у меня мама один раз мою бэху лопатой почистила я думаю господи кто мне неужели припарковался плохо где-то кто мне так излаживало это это мамуля вот задний мост ставим пушку и прогреваем теперь заднюю часть машины она заведена да теперь печка включается в салоне не глушись да да до лета примерно в салоне теперь да главное все прогреть и снаружи всю заднюю часть редуктор колеса блин ну процесс процесс реально очень интересный то есть ну такого почти нигде больше не увидишь только вот на таких крайних северных городах ну что разогрев у нас закончен в задней части снимаем брезент посмотрим как тебе будет Жига выглядеть ну вот сейчас на ней прям можно в принципе садиться и пробовать поехать да блин она все так же в снегу слушайте я вам так скажу эффект вообще не такой как я думал но у нас рабочий редуктор рабочий двигатель коробка отмерзла ну если я считаю что она в лютом сугробе можно ехать ну и стоит такое удовольствие получается две с половиной тысячи занимает оно больше часа времени и это все просто для того чтобы поехать замерзли нахрен если честно больше часа уже на улице ног не чувствую пальцев не чувствую пойдемте в Жигу я в этих сапогах не смогу даже на педаль нажать несмотря на то что пешка все это время включена салон до сих пор вообще даже близко не отмерз смотрите какой слой льда а это кстати как раз таки из за того что здесь нету двойных стекол если бы они были то скорее всего это бы все уже отмерзло я не влезаю если честно просто тут все замерзшее то есть даже я не могу подвинуть сидуху только просто потому что она замерзшая насмерть то есть ничего не работает абсолютно я на расцепление не могу отпустить нормально нет это нереально я просто не помещаюсь короче все вот ты прикинь ты полтора часа разогревал машину вызвал службу потратил деньги прогрел салон садишься такой ну все сейчас поеду а не можешь потому что сидуха примерзла и просто не можешь подвинуться вот это я понимаю условия а давай малого попросим не хочешь? а может ты попробуй ворочник снял? ворочник снял? ворочник снял ворочник 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 все нормально глуши ее глуши все тачка едет Никитос красавчик плюс одна отогретая машина в Якутске ну что чаем нас напоили салатом местным индигирка вкуснющим накормили огромное вам спасибо за теплый прием чтобы предоставили жигу вот и мы так что едем дальше посмотрим как подготовлен наш крузак потому что потом нам нужно будет сделать то же самое еще и с хайлюксом и тут и крайслер лада есть ларгус я думал одни таветы будут висеть на подъемниках ну что мы тут забрались в тепло чтобы рассказать вам немного про этот крузак его многие могли узнать он на канале Богдана про путешествие это была раньше его тачка потом Мирлан ее купил полностью она подготовлена под северные условия и нам сейчас нужно понять что есть там чтобы плюс-минус то же самое сделать на нашем хайлюксе Мирлан скажи какие вообще основные моменты которые должны быть вообще на любой тачке которые по северу двигаются в якутске основные моменты это надо утеплить окна утеплить и морду закрыть и днище закрыть и тепло одеяло авто одеяло на капот положить это это прям обязательные позиции которые надо делать получается на какой-то типа это изолента я так понимаю клеится стекло обычно изолента второе стекло одеваешь изолентой проклеиваешь по контуру и получается своеобразный стеклопакет и между ним типа воздух держится и окно не промерзает я понял а это такое же стекло просто обыкновенное лобовое да понял а боковые это я так понимаю пвх какой-то материал да клеится изнутри сейчас раньше клеили снаружи а сейчас клеят изнутри под пленкой основной 0,7 миллиметров у нас на тойоте есть лобаж второй уже причем он приклеен на герметике я так понимаю а вот боковых у нас нет стекла это нам нужно будет сделать обязательно да в городе у нас есть специальные такие сервисы которые заточены под это дело у них свои лекала есть они быстренько буквально за полчаса давай капот откроем глянем что там нужно сделать то что я когда мы прикуривали я увидел что здесь да ну как вы видите все закрывается абсолютно вот первый слой защиты от набегающего потока это своеобразный пенофол его очень хорошо вот так можно чтобы прям закрывало но некоторые снаружи да его прокладывают да некоторые снаружи а ты я так понимаю чтобы красоткой была чисто все внутри я за красоту и вот эта картонка это нано картонка это северный прям каждая машина должна себе поставить это реально какая-то специальная картонка или просто да это нано картонка придумали сколково специально для Якутии а почему неужели нет никакой альтернативы почему просто картонка ничего лучше нету ну альтернатива ну видишь тут это все можно газету можно картон любой картон в принципе берешь она крепкая да да мы шутим просто придумали специально для нас и автоодеяло закрываешь прям чтобы это все тепло никуда не выдувалось и она не впитывает масло вот их плюс просто настолько лютый крузак подготовленный что подъемник не справляется с ним ну говорят вот это колесо одно весит восемьдесят килограмм восемьдесят ну-ка еле-еле просто подъемнику так тяжело но поднимается нормально ты им помогать будешь? я такого еще не видел дай как-то не круна силать а реально работает ты чемпион мира по пауэрлифтингу ну что удачно? что касается утепления тут только внизу один только утепление снизу делается вот только брезент обычный самый брезент вот два слоя и вот начиная от морды закрываешь подмоторное пространство закрывается коробка и закрывается раздатка это в случае внедорожников а легковые машины может там посидеть закрывается только подмоторная часть кстати вот на примере брызговиков резиновых можно посмотреть что происходит с резиной в такие минуса и прикиньте так все шланги все трубки все становятся вот таким просто быстро а кстати еще важный вопрос я весь читал что все кто живет в таких условиях якутские два раза в год меняют всю подвеску это правда? в основном в массе да потому что у нас получается летняя весенняя оттайка когда проходит все пыльники ты его делаешь и меняешь подвеску перед зимой обязательно тоже там делается и меняется подвеска в межгород который таксисты у них есть два комплекта подвески летняя и зимняя зимняя сразу убитая да? на зимнюю подвеску закачано авиационное масло которое элероны с элероны двигает на самолетах которые замерзают минус 70 ну что я могу сказать жестко жестко здесь тачкам приходится так что надо нашего малыша красного тоже все таки подготовить я не постарировался что то он уже смотри за это просто никакой не я просто смотрю и думаю в принципе не так много делается ну да подвеска у нас готова да как обычная машина просто чуть-чуть с поправкой на климат да 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 ладно давайте тогда загонять хайлюкс он уже приехал нам нужно забрать его с автовоза и будем заниматься доработками чтобы нормально выглядеть к луну это же этот ваш элитациональный вид спорта так ну что со всеми нашими знаниями мы начинаем потихонечку прокачку хайлюкса приехали в первую точку мы сейчас купим двойные вот эти вот стекла боковые как они пэк называется или что-то в этом роде вот как это работает здесь у нас лекала на разные-разные-разные машины которые только есть есть там патриот солярис ну короче все что угодно вот такая пленка ну не пленка а пластиковая тонкая прозрачная штука из нее по лекалу все вырезается вот мы договорились чтобы нам просто их вырезали отдали а устанавливать уже будем сами сейчас как-нибудь это получается вот переднее а вот боковое стоп гениально вот где такой еще видишь это вот что это камера нет блогеры да да такие чисто пытаемся что-то сделать где мы им чтобы открывались да да линей вот вот эта часть будет погоди вы бесплатно хотите нам дать их? да чувак почему здесь все такие гостеприимные я не понимаю я не знаю как это работает спасибо большое давай фоткаться и все как вы думаете у нас получится самих наклеить? если мы это ни разу в жизни не делали? конечно можете в ютубе Луфана Ачирова посмотрите он там досконально рассказывает все круто спасибо большое спасибо огромное вам спасибо до свидания хорошего дня хорошего дня самые крутые подписчики у нас вот он наш красавец намытый сейчас будем клеить сами пытаться эту пленку также мы заехали купили полотенце ой не полотенце как-то одеяло одеяло только тот снизу у нас по идее все и так закрыто поскольку я Arctic Track если честно у нас все идет по одному месту сейчас параллельно еще Лехиш снимаем ролик и не успеваем ничего перед выездом сделать все в суматохе лютой все вам же все равно насрать объясняю технологию вот есть 3М скотч прозрачный он по контуру вот здесь проклеивается и на него просто по форме встает вот эта вот штука пленочки вот эти матовые убираются получается и красивенькое прозрачное стекло мы с вами тоже расскажем что вы видите какой звук если вы не думаете как вы настроите Дальше у нас входит три следующие доработки. Это автоодеяло, вот такая пенка для утепления. И моя любимая часть, нано-картонка, как нам уже объяснял Мерлан. Начнем с самого сложного, естественно. Ее нам надо воткнуть. Установка просто требует техники на грани фантастики. Ну типа да, вот мы сделали это, уже в два раза примерно стало теплее в салоне автоматически. Потому что до этого, мы сейчас когда сюда ехали, печка просто холодным дула. Хотя она была вроде как прогрета, но температура даже не поднимается на приборке. Так, короче, картонка есть. Далее. Просто это так мило. А подушечка есть какая-нибудь? По комфортнее было. Оно просто вот ложится и все, ничего не надо не крепить и это. Все, теперь машинка в тепле. У нас машинка в тепле. Слушай, это так мило реально. Это просто одеялко для машины. Ну что, выгоняем на улицу и будем подводить токен. Ну что, вот такими нехитрыми доработками мы довели наш Arctic Track, можно сказать, до идеала. Он и так был подготовлен, но теперь с помощью местных приблуд сделали его прям реально теплым. И уже завтра утром мы отправляемся в лютое путешествие, которое выйдет у Лехи на канале. Нас ждет просто что-то невероятное, поэтому на его ролик ссылка, естественно, будет в описании. Там мы будем выживать, ехать две тысячи километров по холоду, показывать все достепримечательности, короче, реально будет интересно. Ну и самая опасная дорога в России, братан. Нельзя про это забывать. Самая жесткая. Еле-еле мы все подготовили. Полностью сейчас надо морально подготовиться к такому тяжелому, мать вашу, испытанию. Ну и слава богу, что у нас реально крутая тачка, которая нас, я надеюсь, не подведет. Ну а вам я хочу сказать спасибо, что досмотрели до конца. Это был необычный для моего канала ролик, надеюсь, вы узнали много нового для себя. Пожалуйста, поставьте лайк за то, что мы в такую холодину, в такую глушь приехали ради вас. Спасибо большое и пока. Лех Столяров. Пока. Я Никитос. Пока. Был. Пока.